Сколько бы дел не было у женщины, всегда должна находиться минутка на праздник. В зале собрались представительницы прекрасного пола, чтобы услышать теплые и нежные слова, поздравления, в том числе и от первых лиц за Уралья. Поблагодарить их за то, что они нам дали возможность, дали нам жизнь, дали нам возможность всем в этой жизни состояться. Без их заботы, без их внимания, без их участия, наверное, в этом мире было бы все по-другому. Поэтому я искренне от всей души поздравляю всех наших мам, и взрослых, и молодых, и тех, кто только в этом году впервые, может быть, родил первого ребенка с этим замечательным праздником. Хочу, чтобы в каждой семье было радость и счастье. Я хочу, чтобы каждая мамочка была любима и очарована своими чадами, чтобы в жизни все было прекрасно. Отмечать День матери творческими конкурсами у фонда «Мама» стала доброй традицией. И этот год не исключение. В фойе филармонии зал были украшены самыми яркими и эмоциональными работами участников конкурса «Мы глазами природы». Его победители, номинанты, лауреаты поднимались на сцену и получали дипломы и призы. Сама юная из них – два года. Самому умудренному опытом – Веленину Рычкову – 85. О любви к нашей планете, чуткому отношению к природе конкурсанты рассказали разнообразными способами. Это рисунки, поделки, рассказы, стихи, фотоэссе, ролики, коллажи и аппликации. Творческие люди со всех уголков Зауралия представляли авторские и коллективные работы. Работы искренние, светлые, яркие, добрые, запоминающиеся. Поэтому хочется смотреть и смотреть на эти работы. Даже, может быть, не смотреть, а, знаете, вглядываться вниз. Просто настолько интересна каждая работа. Коллективы и артисты детской филармонии и музыкального колледжа имени Шестаковича подготовили для гостей праздника программу «Мама, я и мир». Она рассказала о богатом, но хрупком мире природы глазами женщины и ребенка. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...